Всем доброго утра! Чайник мой на месте. Сноха сказала, не переливайте, он не протекает, не выдумывайте. Но по всей видимости, да, я его заливала. Из-за этого переливался. Так. Ну что, у меня сегодня на обед будет рыба в духовку. Ну вот как-то так. Я еще не затянула сверху нитку вот эту, это только связала. Да, всю ночь вязала. Обрезала занавеску подшилом. Хотели сестру рулонные шторы, потом подумали, что будет темно. У нас полутораэтажный, столько нервов с этой занавеской. Вообще, когда покупала, я не знаю, какое там освещение было, рюлекса видно не было. Еще одну покажу. Короче, меня вчера чуть из дома сестра не выгнала. Еще и бусины. Говорит, мало того, что они блестят, они еще и с жимчугом. Боже мой, чего я только вчера не наслышала. Я не знаю свой адрес. Короче, ну не знаю, уже так, уже ничего другого покупать не будем. Вот как есть, так есть. Ой, авокадо. Так, авокадо обязательно на завтрак. У меня там поджариваются хлебцы. Уже, по-моему, даже зажарились. Надо отключать. Вот пока тоста нет. Так, эта занавеска у нас в процессе. Итак, мы сегодня буду тоже украшать. Я завтрак делаю для сестры. Сейчас спустится моя принцесса, мы будем вдвоем завтракать. Обычно делает ей-то муж. По выходным, да, он готовит ей завтрак. А сегодня он на дежурстве. Полномочия свои мне не передавал. Но мне что-то так захотелось ее сегодня побаловать. Так, сейчас хлебцы вытащим. Так, сейчас хлебцы вытащим. И да, я люблю мазать хлеб с маслом, а сверху авокадо. Знаю, что авокадо уже очень жирное. Но я так люблю, что тут теперь поделаюсь. Все, всем, кто завтракает, приятного аппетита. У меня рыба. Еще, правда, не знаю, с чем буду готовить. В духовке это однозначно запекать. А вот на гарнире еще не придумали. Может быть, просто какой-нибудь салат сделаем. А может быть, и рис отварим. Еще не придумали. Сегодня суббота. Сегодня сестра будет, наверное, готовить. Я так. Я буду занавеску шить. Сегодня придут еще натяжные потолки делать. Ванны в туалете на квартире. Доделывать. Я сегодня, короче, это не на кухне. Все, выезжаем. У нас снежок. Мы едем на квартиру. Мастера пришли. Сейчас будут натягивать нам потолок. У нас ванны. В ванны. И в туалете цветы. От моего боли. Сестра расстроена. Разбила телефон. Позвонили в мастерскую. 16 тысяч замена экрана. Все, ей Санта на Новый год подарок уже принес. Обломал меня Санта. Расстроилась так сильно. Я как в СССР живу. Думала, пять тысяч. У нас туман. Сегодня еще придут делать. Я сегодня полгода опять буду на квартире. Сегодня еще придут делать интернет в квартиру. Ну, электрик еще придет. Я не знаю. Застегнись. Он также будет вещать, пока не застегнешься. Короче, мы сегодня на квартире. Хотели еще... Получится у нас сегодня поехать елочку поснимать? Конечно. У нас туман. У нас в Пятигорске уже неделю туман. Туман. Мы заедем, детей возьмем и погуляем с ними. Будет полчаса у нас елочка. Да, да, да. Сегодня еще покажу, если получится, нашу елочку. Пожалуйста. В Пятигорске очень вежливые водители. Мы все друг другу уступаем, да, Карина? Да. Даже когда нарушают, уступаем. Тем более. Уступаем, когда нарушают. Своих не бросают. Ну все, переключимся уже на квартире. До сих пор сидит расстроенная. Реально, как в анекдоте. Господи, хоть бы позвоночник. Реально, позвоночник вышел бы дешевле. Так бы супруг бесплатно все сделал. Ну не так, что бесплатно. Не дай бог мы в глупости болтаем. Конечно, глупости, Господи. Просто это... Она так расстроилась, прям сильно расстроилась. Ну, у меня такие планы были. У нас 16 тысяч, да? Ну, впереди Новый год. Я так понимаю, с подарками мы брать. Да, вы какие понимаете. Я просто заказала на Новый год чашки для чая на кухню. Какие-нибудь очень-очень красивые. Ножи я куплю. Ножи, да, и чашки. Короче, мы пролетели. Ну, другой Санта подарит. Так. Интересно, у нас вся зима такая. Как всегда, вот снег выпал, первый раз таял, и пошла эта слякоть. Вчера Лариса говорит, ой, ночью снег будет, и у меня голова болела. Я с таким предвкушением, что проснемся, и у нас снег. У нее когда голова болит, снег попадает? Ну, ей вчера очень плохо было, а вычитали, что вот метель, снег у нас. А, у меня МЧС тоже просто прославляет. Короче, вот так. Если голова болит, знаете, обязательно выпадет снег. Ну, не работает, где же он выпал? Сейчас покажу, какая у нас голова. Так, у нас туманы. У нас морозь. Вчера вечером был мокрый снег, а сегодня вот так. Сразу Карина им телефон отдали. Сейчас нам починят его. И мы поедем дальше. Пойдем плафоны купим, розетки купим. Установить. Чего покатать? Волок. Разбираться там с чем-то можно ставить. Чего такое не придумал. Верхонов. Креативно. Искусство. А что это рамки Пикассо? Это просто как картины, да, продают цели? Ну, скажем так, да. Они брались с расчетом на то, чтобы рабочий дом закрыть. Понятненько. Да, ничего, прикольно. Это как будто какая-то. Пусть и погулять. Только елочку вышла показать вам свою, потому что с прогулками, конечно, погорячились. Пойдем, Лалек, вперед. Вперед, иди. Холодно. Сделай, пожалуйста. Лалек, проходи за... Пожалуйста, я там начала выдувать этот шарик. Ну, ты всегда выдуваешь. Что теперь делать? Ой, холодно. Да, да, да. Ветер. Холодно. Так, людей практически нет, потому что у нас дубняк стоит. Елочка у нас красивая. Что, кто песню обещал под елкой петь? Давай, хоровод. Честно сказать, я без варежек. У меня рука околела. Мы с Лалитой, мы задубели, задубели. Да, Валитка? Ага. Темно. Давай вот так елочки встанем, чтобы там у нас было видно. Праздник Пятигорский. Я говорю, праздника нет праздника. В Пятигорске даже елочка стоит. Такая красивая-красивая. Ну, людей нету, потому что у нас дубняк. Мы тоже, мы думали, выйдем на часик погуляем. Какой там на часик погуляем? Все, приехали, елочку показали. Всех люблю, целую, мы домой. Все, действительно холодно уже. Мы поехали домой кофе пить. Все, мы нагулялись. Пришли домой. Прибежали домой. У нас там такой ветер. У нас в поселке не так холодно. Да, Карин? Пришли, приехали домой. Там просто ветер. Да, там просто большое открытое пространство. И там такой ветер. Мы задубели. Мы пришли, сейчас сразу чай, кофе. Все, нагулялись. Вот сколько я сняла, вот полторы минуты я вставлю в ролик. Мы ни на минуты больше не гуляли. Мы вышли. Во-первых, парковали, чтобы поближе дойти. Ну, чтобы меньше идти было. Два часа я парковалась. И две минуты мы гуляли. Просто я мерзлячка ужасная. Думаю, нет. Шапку я не могу носить. Варежки я не взяла. Ну, думала, еще как бы не такая сильная зима, чтобы утепляться. Короче, выехали. Да, только минус один. Да, минус один, а по ощущениям вообще как будто минус 10. Очень холодно, очень ветрено. Но прогулка не получилась. Но елочку я показала. Елочка у нас красивая, нарядная. А в прошлом году у нас не так украшена была елка. Я помню, в прошлом году были большие шарки. Ну, вот так вот. Сейчас Лолита нам будет печь пиццу. Хотела снять рецепт, категорически отказалась. Ну, мы сейчас на ночь будем кушать пиццу. Будем худеть. Ну, занавеску сейчас покажу. Карина занавеску подтянула ее. На лучше стало ли не лучше. На это окно я села только подшиваль. Ой. Ну, все, выключилось. Что-то так резко лампа выключилась. Сейчас, минуту, включим освещение. Ну, или ладно. А с вами я буду прощаться. Рецепт пиццы снимать не буду. Лолита не хочет сниматься. Против. Ну, все. Спасибо большое за подписки, за лайки. Отдельное спасибо за комменты. Увидимся завтра. Кто будет располагать свободным временем, 21.00 по московскому времени, предлагаю провести его со мной. До встречи. До встречи.